Я рад всех приветствовать на канале Сингента Россия, где обособленное подразделение СИДКЕ отвечает на вопросы, витающие в воздухе с экспертами и практиками в области сельского хозяйства. Мы с вами долго и красиво можем рассуждать о путях повышения урожайности той или иной культуры, но зачастую мы забываем одной немаловажной вещи. А что стало с теми растениями, которые не взошли? Почему? Какая причина? Помимо агротехнических аспектов, зачастую причиной этому могут являться почвенные вредители, а именно проволочник. Именно о нем мы сегодня поговорим с профессором кафедры энтомологии, фитопатологии и защиты растений Кубанского государственного аграрного университета Ансуповой Тамарой Егоровной. Тамара Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Давайте начнем, я думаю, с самого начала, с азов, с биологии, морфологии проволочника. Хорошо, но прежде всего я хочу объяснить понятие, что такое проволочник. Проволочник – это личинка жуков-щелкунов, и поэтому я хочу остановиться на морфологии, прежде всего, семейства щелкунов и объяснить морфологические, биологические особенности представителей этого семейства. Щелкуны – это жуки, которые насчитывают в мировой фауне больше 12 тысяч видов описано. На территории России описано где-то около 400 видов. Морфологические признаки жуков следующие. Тело жуков удлиненное, обычное, не яркой такой окраски, коричневое, черное, серого цвета. Хотя есть и яркие виды рода элеатор, они могут быть желтые, могут быть ярко-красного цвета. Усики пиловидные или гребневидные. Щелкуны получили свое название из особых признаков. Задние углы передней спинки у жуков оттянуты, а на нижней стороне передней груди имеется вырост, на средней груди имеется выемка. И когда жук случайно оказывается на спине, он с помощью ног не может перевернуться. И вот в это время используют вот этот вырост передней груди. Вырост передней груди упирается в выемку средней груди, тело жука изгибается, вот он упирается задними углами передней спинки и одновременно делает прыжок и щелчок. Поэтому семейству дали такое название. Ноги у жуков бегательные, формула лапок 5-5-5. Что касается активности, нахождения различных видов жуков в различных агроцинозах, то следует отметить, что жуки активны сумеречные, ночное время. Поэтому днем, как правило, они прячутся. И поэтому, если энтомолог собирает различные виды насекомых, очень редко у него в коллекции в дневное время может быть щелкун. Дальше. Личинка щелкунов червеобразная, тело вытянутое, проволокообразная, окраска его коричневого или желтого цвета. Голова плоская, поскольку верхняя губа не развита. Три пары грудных ног одинаковой длины. Куколка типичная для жуков, свободная, открытая. Окукливание происходит в почве. Ну, это вот основные признаки морфологические. Что касается биологии, жуки, представители этого семейства имеют многолетнюю генерацию. Развитие одной генерации проходит в течение трех-пяти лет, в зависимости от вида и от зоны, в которой находится тот или иной вид. Ну, начнем с того, когда появляются жуки. Жуки различных видов появляются в природе у нас, начиная с апреля, и лед их может продолжаться до конца августа. Опять-таки, это имеет значение, какой вид. У всех вот эта активность, динамика лета у каждого вида своя. Все ли виды, все ли 400 видов, которые были идентифицированы в России, все ли они встречаются? Либо же были какие-то точечные, может, какие-то преобладающие виды есть? И стоит ли нам понимать их различия, их виды или нет? Стоит. Это необходимо делать, потому что знать биология общая у всех щелкунов. Но есть нюансы, есть переотлеты разные дальше, сроки откладки и сроки появления личиночной фазы. Поэтому для каждой зоны, конечно, видовой состав необходимо знать. Если взять наш юг, например, то у нас определено где-то порядка 22 вида. А если говорить конкретно, какие виды наиболее влияющие, например, взять Кубань, то у нас, допустим, два вида. Это щелкун кубанский или он называется крымский, его синоним. И щелкун посевной, и щелкун степной. Степной и вот кубанский. Это два вида, которые преобладают. Но кроме этого щелкун полосатый, щелкун широкий и много-много других видов, которые тоже имеют значение. Кроме этого, кормовые растения могут быть разные, период развития личинок может быть разный. Поэтому видовой состав нужно знать, какие виды преобладают в той или иной зоне. Но если говорить в целом, то период лета у имага наблюдается с апреля по август, если в целом суммировать. Поэтому для выявления видового состава, который проводится с помощью феромонных ловушек, нужно выставлять ловушки с апреля, чтобы выявить вовремя начало лета имага, чтобы не пропустить появление того или иного вида в природе. Вредоносность того или иного вида у всех щелкунов одинаковая и характер повреждения? Ну, если говорить, если брать, например, по пищевой... С практической точки зрения. Да, с практической точки зрения. Если брать пищевую специализацию вообще щелкунов, то следует отметить, что все щелкуны по пищевой специализации делятся на пять групп. Первая группа – это щелкуны фитофаги, которые питаются и предпочитают растительную пищу. Личинки их повреждают. Корни, корнеплоды, высеянные семена и корни растений. Это вот род агриотес такой есть, род, который преобладает. Вот туда, куда относятся крымский, степной и другие виды. Вот. Поэтому они наносят самый большой вред. И в их питании преобладает, для их питания и развития очень важное значение имеют злаковые. Например, пырей ползучий. Пырей ползучий является растением-резерватором, где всегда будут щелкуны. Щелкуны, проволочники, очень любят это растение. Вот. А дальше щелкуны наносят серьезный вред пропашным культурам. Это свекла, это кукуруза, это подсолнечник, это овощные культуры, картофель и овощи другие. Значит, период откладки яиц длится, как правило, это май-июнь. Вот в это время. Ну, в это время производится откладка яиц. Яйца откладывают в почву, вблизи растений. Плодовитость у них порядка 200 яиц, если в целом, в среднем сказать, да. Откладывают они группами 2-3 до 20 яиц в почву рядом с растением. От рождения личинок наблюдается через 2 недели, максимум через 2,5 недели. То есть эмбриональное развитие длится где-то 12-14 дней. Оптимально. Есть ли оптимальные условия? Потому что условия для щелкунов и их личинопроводчика особые. Вот. Это гиграфильные насекомые. Они очень любят увлажненные почвы. И я несколько позже скажу, как влажность почвы влияет на их жизнь, на жизнедеятельность. Поэтому если яйца будут отложены в сухую почву и будет очень сухая почва, то яйцекладка может погибнуть. Если же оптимальная влажность есть, то происходит отрождение личинок. И личинки первого года жизни, вот, они питаются неактивно. Если не будет растительной пищи, они могут даже хищничать или питаться полуразложившимися тканями растений. Вот. Или даже насекомых и других животных. То есть они выживут даже, если нет оптимальной пищи вот в этот период. Вот. Первый год жизни личинки наносят не очень серьезный вред. Происходит их рост, но вредоносность и питание связаны с возрастом личинки. Возраст личинки характеризуется только размерами личинок или на что, как понимать, вот первый возраст, вот первый, второй? Что такое возраст? Возраст личинок обеспечивается линьками. Из яйца выходит личинка первого возраста. После того, когда она попиталась, вот, и наступает период линьки, линька обеспечивает появление следующего возраста. Потому что клетки кутикулы, которые покрывают тело личинок, не способны растягиваться. Поэтому периодически увеличивается объем массы тела насекомого. И периодически насекомое сбрасывает кутикулу. Линька проходит только на фазе личинок. Максимальное количество возрастов у личинок щелкунов за период, за весь период жизни, может быть 9. Но количество линьек может уменьшиться или увеличиться. Это оптимально, 9, да? Может увеличиться или уменьшиться. Это связано с условием существования. И прежде всего влажность, и наличие пищевой, кормовой базы. Вот таким образом. Вот если мы личинку нашли, проволочника, как нам определить, какой это возраст? Прямо в поле мы находим. Если мы не знаем, какая это была линька и так далее. Конечно, размеры. Размер, в первую очередь. Конечно, размеры. Личинки у наших возрастов, конечно, имеют 2 мм, 1,5 мм и так далее. А с возрастом они увеличиваются в размерах и становятся 30 мм, 25 мм и так далее. К последнему возрасту. Но я хочу сказать о вредоносности. Если брать личинки 1-го года, 2-го года жизни, они питаются, они наносят вред. Но это вред не очень такой ощутимый. Наиболее опасны личинки 3-го, 4-го года жизни. Да, как я уже сказала, что у щелкунов многолетняя генерация. Одна генерация в 3-5 лет. Это зависит, у одного и того же вида может несколько ускоренный жизненный цикл пройти или замедленный. Зависит, опять же, от условий существования. Это влажности почвы, это кормовой базы, это температуры, это пониженный температур в зимний период. Вот от этих факторов, от плотности почвы тоже это имеет значение. Но как бы там ни было, наибольший вред приносят крупные личинки 3-го, 4-го года. Вот в этом их очень высокая опасность, вот в этот период. Дальше. Окукливаются. Обычно окукливание происходит во второй половине лета, если в целом говорить, если не говорить конкретно по каждому виду. И отрождение фазы куколки тоже длится 2-3 недели. И отродившиеся жуки, как правило, находятся в почве, и они уходят в диапаузу. Диапаузируют проволочники в фазе личинки или в фазе взрослого насекомого. А фаза развития растений уже, если мы говорим запропошенные, то есть это вторая половина лета, да? То есть это примерно, ну если заговорить за подсолнечник, это уже начало бутонизации, может чуть раньше, да? Это уже в этот период, они уже не очень опасны. Вторая половина вегетации не опасна. Наиболее опасны проволочники в фазу всходов и формирования, ну первых там двух-четырех пар настоящих листьев в этот период. И большей частью, конечно, как я уже сказала, что личинки щелкунов опасны для высеянных семенов, повреждают всходы и повреждают корневую систему. И особенно тех культур и на тех почвах, где повышенная влажность. Но это не всех, неоднозначное вообще мнение, что для большинства так, но есть исключения. Есть, например, щелкун широкий, его вредоносность не так активно связана с влажностью почвы. Вот. Но вредоносность тоже зависит от этого. Смотрите, влажность как фактор, абиотический фактор среды для щелкунов очень важен. И в связи с этим у щелкунов существуют миграции вертикальные, горизонтальные. И даже существуют миграции в течение одного дня. Если, например, влажность утром повышенная, то щелкуны подходят к корням растений, питаются и все. Если резко падает влажность, они опускаются вниз, мигрируют вниз. Если же и сушена почва, и низкая влажность, то они могут горизонтально перемещаться и искать в себе места более влажные. А если между? Если погода теплая, но низкая влажность почвы, как тогда себя проволочник ведет? Ну, а температура в развитии и активность его не очень меняется, потому что не очень большое варьирование температуры почвы. В принципе. Но если почва иссушается, связи с повышенной температурой, то, конечно, они мигрируют или вниз, или горизонтально ищут там. Ну, известно учеными, что за сутки проволочник может мигрировать на метр или даже больше. То есть влажность является определяющим звеном. Переползать и искать более влажные места. А почему? Почему так? Дело в том, что... Чувствуют как-то? Это связано... Ну, нет. Это не связано... Это с выживаемостью связано. Это не с чувствами, а с выживаемостью. Потому что у личинок-щелкунов особо устроен вообще дыхательный аппарат и кутикула. Кутикула тонкая, идет быстрое испарение воды. Поэтому для того, что для пополнения влаги он должен постоянно находиться или во влажной среде, или питаться растениями. Вот. И кроме этого, обычно дыхальца у насекомых, стигмы, имеют закрывающийся клапан. Открываются, закрываются. То есть регулируется влажность. У щелкунов это нет. Нет такой особенности. У них открыты дыхальца, и через дыхальца очень быстро идет испарение воды. То есть ему нужно всегда источник влаги. А если проволочник теряет влагу, он очень быстро погибает. Поэтому для того, чтобы выжить, он должен обязательно находиться во влажной среде. Но если, предположим так, что проволочник подошел к растениям, да, уже влажность почвы снижается, и он пополняет свой водный баланс за счет питания корнями или семенами растений. И у проволочника, несмотря на то, что очень мощные верхние челюсти, очень мощный ротовой аппарат, он не способен откусывать и, скажем так, отгрызать часть растения. Нет, он только разрывает, как мацерирует, корневую систему и высасывает, опять же, высасывает воду. Вот в чем его, в чем вот вредоносность. Из-за того, что он обезвоживает растения, нарушает там корневую систему, и растение погибает. Если мы говорим за имага в летний период, существуют ли какие-то методики? Как мы можем понять в поле, то есть если мы увидели имага-проволочника, то что у нас действительно в этом году или в следующем будет проблематика? Можем как-то какие-то советы, лайфхаки? Ну, во-первых, методы обнаружения разные. Проволочника в личинах выявляют только с помощью почвенных раскопок. Это да, мы об этом поговорим, а именно имага. А что касается имага, то можно визуально, как я уже говорила, суточная активность у них наблюдается в раннеутреннее время, сумеречное время, ночное. Не все, некоторые хорошо летят на свет, некоторые виды плохо летят на свет. Поэтому сейчас единственным методом выявления для видового состава и прогноза численности является использование феромонных ловушек. Нужно знать, что феромоны – это строго специфические вещества, которые характерны для каждого вида, характерна химическая формула для каждого вида отдельно. Поэтому выставляются раннее весеннее время, начиная с апреля. Вначале такие контрольные ловушки можно по одной ловушке выставить, для того чтобы выявить, какие же виды в вашей зоне есть. Если выявляется определенный вид, например, допустим, в Ростовской области, или у нас северокрая, это полосатый щелкун, например, то если только появились в ловушке первые виды, следует выставлять ловушки на поле, где предполагается выращивание пропашных культур с целью выявления плотности популяции, которая существует в этой зоне. Поэтому используем феромонных ловушек. Это очень хорошо у нас разработано в стране, очень много ученых в этом направлении работало. Есть синтетический феромон различных видов щелкунов, поэтому используются феромонные ловушки. А если мы не знаем, какой вид, то есть нам нужно несколько этих диспенсеров самих на каждый вид, либо же есть какой-то более универсальный. Мы не знаем предысторию, не знаем, какой вид, не обращались профессора местных. Как тогда быть? Ну, прежде всего, для того, чтобы сориентироваться, в какой той или иной зоне какие виды преобладают, нужно, конечно, изучить литературу. Много литературы изучено, в смысле, много существует литературы по щелкунам, по изучению видового состава и так далее. Поэтому ориентироваться можно на это. И, исходя из того, что для нашей зоны, например, у нас, как я уже говорил, на юге России 22 вида, но есть превалирующие виды. И поэтому нужно приобретать феромоны, но основных там пяти видов, которые характерны для данной зоны. И поэтому приобретать феромон, феромонные диспенсеры и ловушки для этих видов щелкунов. Можно для того, чтобы с точки зрения экономии, нужно приобрести вначале по одной-две ловушки для каждого вида, чтобы выявить, а когда начнется лед, то нужно уже там, где идет массовый лед, нужно выставлять уже больше ловушек по тому виду, который у вас есть. И сроки лета у всех разные тоже. Вот, например, самый ранний, допустим, тот же полосатый, он летит с апреля, апрель-май. Если взять, например, крымский или кубанский и другие, там, посевной, темный щелкун, то у них лед наблюдается с конца июня и до конца августа. Поэтому выставить ловушку можно рано, а потом смотреть уже по тому, какие виды по факту. И тогда увеличивать те ловушки, которые можно, ну, виды которых превалируют. А какой-то есть какие-то меры борьбы с имага в посевах? Либо уже это только мониторинг и все? Ну, феромоны ловушки можно использовать прежде всего для мониторинга. Но есть методы дезориентации щелкунов. Тогда используется ловушек на гектар, ну, в большом количестве. Каждая ловушка расставляется через 200 метров. Скажем так, расстояние, на котором действует феромон у щелкунов, для многих видов известно, действует в радиусе 12 километров. Поэтому можно собрать, даже если один есть одна самка щелкуна и один есть самец в радиусе 12 километров, он прилетит. Но при дезориентации, разработаны методы дезориентации, ну, там нужно большое количество ловушек и подсчеты провести, сборы и так далее. Ну, можно, популяцию можно уменьшать таким образом, потому что все-таки мы, когда мы собираем самцов на феромонной ловушке, самки остаются неплодотворенными, и мы, конечно, препятствуем дальнейшему развитию. Но если использовать метод дезориентации, это нужно делать не один год, это нужно несколько лет подряд. И тогда можно увидеть по количеству собранных имага-щелкунов, можно видеть, насколько уменьшилась численность или увеличилась. Но химическая борьба при этом по имагам? Нет. Дело в том, что жуки-щелкуны практически с имага не питаются. Они питаются лепестками цветущей растительности, может быть, пыльцой, но они не наносят вреда. Они достаточно экзотические в связи с тем, что прыгают и щелкают. А основной вред, конечно, наносит личинка. И личинка, поскольку ведет скрытый образ жизни проволочник, конечно, бороться с такими вредителями очень сложно. Это проблемные вредители и требуют очень четкого изучения и испытания существующих и будущих, какие будут разработаны методов борьбы. По имагам, понятно, там ловушки. Ну а с самими личинками, какие ловушки должны быть? По каким предшественникам? Сколько штук? Какой состав? Как нам узнать? Ну, по личинок, как я уже сказал, учитывать выявляются только с помощью почвенных проб. Для прогноза численности делается два срока. В два срока проводится проведение почвенных раскопок. Это в осеннее время, когда наступает устойчивая температура почвы 9 градусов. Вот, ну, 9-10 градусов. На какой глубине? Имеет это значение? Значит, глубина почвенной пробы. Если выявлять, сколько проволочников в пробе и на какой культуре. Ну, во-первых, на тех культурах, которые пострадали. Это же осенью мы делаем уже после того, как убрали урожай. Уже места сосредоточения и нанесения вреда известны. Поэтому в местах, на тех полях, где была высокая численность, необходимо проводить почвенные раскопки. Это очень трудоемкий процесс. Почвенная раскопка делается на глубину до 45 сантиметров. Если выбирается почва, значит, площадка 50 на 50 сантиметров. Выбирается послойно, верхние 5 сантиметров, следующая. Почва вынимается, раскладывается на полиэтиленовый. Да, на полиэтиленовый, да. И все очень тщательно, руками перебирается. Выбираются, выбираются все личинки. Ставится этикетка, дата сбора, предшественник, на котором какой был. И уже в лабораторных условиях определяется видовая принадлежность. Ну и считается. И послойно выбирается 5 сантиметров, 5 и так далее. Но это, поскольку это классика, как нужно делать. Но хотя бы сделать почвенную раскопку на глубину до 20 сантиметров. И уже картина будет ясна, какой осенний запас проволочников. В одном месте? Нет, не в одном месте. Сколько должно? Зависит от площади. Ну, 50 гектар, примерно. 50 гектар, ну, 16 проб. 16 проб на каждый 50 гектар. Они делаются по взаимопересекающимся диагоналям. Или делают в шахматном порядке, чтобы истинную картину поля увидеть. Это очень трудоемкий процесс. И если это делать, то истинная картина будет видна. Одна раскопка равна одному квадратному метру или нет? Как понимать? Нет, это 50 на 50 сантиметров. А, то есть нужно нам сделать это 0,25 квадратных метров. То есть 4 раскопки, это 1 квадратный метр. Это будет 1 квадратный метр, да. Если мы говорим за квадратные метры, ЭПВ актуально ли для проволочника или нет? Ну, существует экономический порог. Вот для, например, смотря под какую культуру. Допустим, под пропашные культуры, ну, 2-3, максимум 5 проволочек. Это считается уже экономический порог. Если поле заселено, допустим, вы собираетесь высевать свеклу или кукурузу, и у вас 7-10 проволочек на квадратный метр, то нежелательно вообще высевать на таком поле, потому что побороться с таким количеством очень сложно. Или, по крайней мере, предпринять все то, что приведет к снижению численности. Например, это агротехнические приемы. Подсушивание, любая обработка почвы ведет к снижению влажности и миграции щелкунов в нижние слои почвы. Но и у растений, у каждого растения есть критический период, когда щелкуны могут на проволочке нанести вред. Поэтому, если растение уже вышло из критической точки, допустим, на свекле 6-8 листьев, и уже она не так пострадает, как пострадает, например, фазу вилочки, фазу первой пары. Вот агротехническим приемом можно. Ну и еще известный метод, конечно, обработка семян. Для кукурузы подсолнечника какие критические фазы, то есть примерно до какой фазы проволочник будет повреждать? И меняется ли у него потом специализация? То есть, к примеру, на подсолнечнике его сначала повреждает центральную корневую систему, потом уходит на боковые корни. Есть какие-то такие, может, наработки данные? Ну, если так сказать, то фаза 4-6 листьев, вот если растение уже не повреждено, дальше оно будет страдать, но не так сильно, уже мы не потеряем урожай. А если это ранее повреждено, то растение просто погибнет. Мы просто потеряем растение и все. А если это более поздний период, будут обнаруживаться, будут повреждать, как мы уже говорили, если это, допустим, вторая половина лета в вегетации, да, они будут повреждать, но растения уже вышли с критической точки, и они уже не пострадают так. Ловушки. Ловушки на проволочнике. Есть ли учет, мы разобрались, как делать, но мы хотим посмотреть, есть ли у нас он вообще. То есть есть ли какие-то, не знаю, спецсредства, там, добавление лизина, там, я не знаю, непротравленные семена, там, метод закладки, там, и так далее, и тому подобное. Вообще применяется это? Видите ли вы? Есть белково-витаминные, концентраты присутствуют, есть такие ловушки, с помощью которых можно собирать и выявлять. Ну, я не считаю, что это очень надежный. Надежные раскопки. Это почвенная раскопка, да. Потому что много излюбленных есть, вы знаете, вот в агротехнике выращивания культуры есть очень высокая численность проволочников для того, чтобы выявить много, мало и так далее, можно высевать растения индикаторов. Например, очень привлекательный лук, например, может быть, картофель. То есть высеять преждевременно и потом посмотреть, насколько. Ну, это на небольших площадях. Если говорить о больших площадях, как в сельскохозяйственном производстве, это методы не очень такие активные. Как я уже сказала, что щелкуны имеют устойчивый тип динамикой популяции. То есть они есть всегда, всегда они будут существовать. Единственное, вредоносность их зависит от влажности почвы, может быть. Вот от этого. И от вообще влаги в почве. Поэтому чем влажнее год, тем больше будет вредоносность. В сухих годах будет меньше вредоносность. Если это выращивается на орошении, вредоносность будет всегда. Но следует иметь в виду, что говорить о том, что влажность почвы – это положительно. Но переувлажнение тоже ведет к снижению численности. Должен быть какой-то баланс в увлажнении. Тамара Егоровна, скажите, агротехнические моменты, агротехнические меры борьбы, помимо иссушения верхних слоев почвы, то есть когда проволочник будет вынужден идти ниже, есть еще какие-то способы борьбы с ним? Ну, все в оборот. Все в оборот. Есть виды, которые повреждают. Ну, одной из излюбленных культур проволочников является кукуруза, свекла. Вот. Эти культуры всегда повреждаются. Если говорить, допустим, о пшенице, есть такой вот ротагриотес, да, они такие злаковые. А есть виды, например, которые, там, мелянотус или атоусы, они вообще не связаны с… не зависят от культуры абсолютно, потому что у них смешанное питание. У них, кроме того, что они фитофаги, они еще некрофаги и хищники. Поэтому вот таким образом. Есть группа, которая только фитофаги, есть группа, которая фитофаги, но могут и хищничать, потом есть группы, незначительная фитофагия больше, хищники, а есть только хищники, некрофаги, и есть еще хищники такие специализированные. Поэтому вот по группам так, все зависит от того, какие виды присутствуют. Поэтому если это роды, например, рогриотес, то там можно регулировать с помощью севоборота. Севоборот имеет значение. А есть те культуры, которые не повреждаются проволочником? Да, есть такие культуры, которые не повреждаются проволочником. Это лен, это гречиха, это однолетние бобовые культуры. Их можно высевать, если имеется высокая плотность проволочников. Их можно высевать. Они не привлекательны для него или это связано с... Но есть излюбленные кормовые растения, есть неизлюбленные. Поэтому вот в данном случае перечисленная культура неизлюбленная, не предпочитаемая. Даже если они немножко повредят, но они не нанесут ущерб этим культурам. Химические методы борьбы. Ну, конечно, существует химический метод борьбы. И если говорить об истории, то раньше используются хлороорганические соединения, обрабатывали семена. Дальше при посеве вносили в почву химические вещества, ленточное внесение было препаратов. То есть это было еще 50, может, 40 лет назад. Да, да. Но последние годы, я точно сейчас не могу сказать, сколько лет, лет 20 более, я знаю, что существует очень эффективный метод борьбы. Это обработка семян. Компания Сингента, кстати, родоначальником была. И применялся препарат Крузер. Он достаточно эффективный был. Но есть но. Дело в том, что очень важно, сколько личинок, сколько проволочек подойдет к растению. Сколько раз нужно укусить проволочек, чтобы он набрал летальную концентрацию? Ну, как мы уже разобрали, он не кусает, а высасывает клеточный сок. Достаточно одному. Один раз, и он погибнет. Но дело в том, что на одно растение могут подойти несколько. Вот. И они по разу-то нанесли рану растению, да. Но растение от пяти проволочников, полученных ран, да, погибает. Поэтому вот существует очень хороший метод обработки семян. Это смесь состава Крузер и Тифлутрин Крузер Форс. Это очень хорошая комбинация для обработки семян. Она позволяет вести таким образом защиту, что проволочи, и вот эта газовая фракция, которая выделяется форсом, она не позволяет определенный период времени личинке даже подойти к семени или к проростку. Вот. И как раз получается, что таким образом растение защищенное, семя защищенное таким образом выйдет из критической точки. Вот. И не будет повреждено. Дальше уже не страшно. А дальше не так страшно будет, да. Вот таким образом. Я думаю, многие слышали и читают, кто такие влажнопроволочники. Чем они отличаются от проволочников? Также для них является ли критическим значением влажности почвы? Да. Вообще, опять же, это тоже личинки жуков, но только семейство чернотелки. Из известных вредителей, которые вредят повсеместно, это песчаный медляк, это кукурузная чернотелка. Вот личинки чернотелок называются ложнопроволочники. Что у них общего, чем они отличаются? Это тоже вытянутое проволокообразное тело. У личинки тоже коричневатого, желтого цвета. Вот. Поэтому визуально они очень сходные. Но они очень визуально, очень хорошо отличаются. Первое. Для практика очень просто. Округлая голова, первая пара ног длиннее, чем вторая, третья, это ложнопроволочников. Голова плоская, три пары ног одинаковой длины, это проволочник, это личинка щелкунов. Еще есть такой морфологический признак – плеральный шов, боковой шов. Такая линия сбоку проходит. Это у ложнопроволочников. У проволочников такого нет. У проволочников пругое, жесткое тело. Недаром они назвались проволочкой, потому что проволокообразное, очень пругое тело. Поэтому плоская голова, три пары ног одинаковой длины – это проволочник. А круглая голова, первая пара ног длиннее, чем вторая, третья – это ложнопроволочник. Теперь, что касается среды обитания и… Миграции в почву. Миграции и так далее. Так вот, наши растения могут одновременно страдать и от ложнопроволочника, и от проволочника. Если говорить о месте их нахождения, то в самом верхнем слое, вот в самом верхнем слое, будут ложнопроволочники. Они ксерофильные, они любят сухую почву. Поэтому они в сухой почве вредят, и это их нормальная среда обитания. А как уже говорили, проволочники будут ниже и там, где влажнее. Вот таким образом. Поэтому из ложнопроволочника у нас, как я уже говорила, повреждает кукурузная чернотелка и песчаный медляк. У них, кстати, вредят и личинки, и жуки. Допустим, у песчаного медляка жуки повреждают листья, обгрызают, а личинки – корни. Так что вот так. Если у щелкунов вредящей фазой является только проволочник, то здесь может вредить и жук, и личинка. Меры борьбы с ложнопроволочниками, такие же, как и с проволочниками. С ложнопроволочниками, такие же меры борьбы. Я проводила учеты, у меня много есть снимков, когда одновременно погибшие в почве после обработки семян круизерфорс, погибшие лежат и личинки ложнопроволочников, и проволочников. Но поскольку, как я уже сказала, песчаный медляк повреждает надземную часть, то здесь при высокой численности, там два жука на квадратный метр, необходимо проводить защитные мероприятия всходов, если обнаружен такой вредитель. Если ложнопроволочники любят, скажем так, больше пересушенную почву или почву с низкой влажностью, значит ли это, что их меньше или нет на орошении, на кукурузе, к примеру? Да, конечно. То есть это имеет место быть? Конечно, при орошении будет обязательно проволочник, ложнопроволочника не будет. Как проволочник ищет влажную почву, так ложнопроволочник ищет сухую. Но нужно еще сказать, к счастью, что численность, например, численность в почве и численность, вообще плодовитость чернотелок и ложнопроволочников меньше. Они не настолько вредоносны, как вредоносны проволочники. К счастью. Подгрызающие совки. Есть ли они вообще на территории России, Юга? Какова их вредоносность? Вообще, ваше мнение по этому поводу. Вредитель будущего это или нет? Это вредитель не только будущего, это вредители прошлого и настоящего. Это очень опасный вредитель. Причем численность этих вредителей возрастает. В прошлом году, несмотря на то, что сухой год был, была очень большая проблема с озимой совкой и восклицательной совкой, которые относятся к подгрызающим совкам. Ну, совки или ночницы так названы, потому что жизнь у них активна в ночное время. Бабочки могут лететь хорошо на свет. Бабочки также летят на феромонные ловушки. Есть феромонные ловушки и на озимую совку, и на восклицательную совку. Гусеницы их такие толстые, серого цвета. Называются подгрызающими, потому что подгрызают растения на уровне почвы. Вот в этом году очень большая проблема. На кукурузе проводились защитные мероприятия, потому что в Краснодарском крае, например. Поэтому озимая восклицательная совка – это вредители, которые развиваются в двух генерациях. Вредит и первая, и вторая генерация. Вредоносность высокая. Поэтому эти виды, вредители, на них нельзя ими пренебрегать. И защитные мероприятия проводятся постоянно. Поэтому… Какие защитные мероприятия? Ну, защитные мероприятия проводятся наземные обработки. Нужно проводить в сумеречное и ночное время. То время, когда питаются гусеницы. Ну, и желательно, чтобы препараты обладали системным действием, чтобы контактно-системным действием – это лучше всего получить эффективность в борьбе с этими вредителями. Вот. Поэтому пренебрегать и думать, что численность их будет меньше, нельзя. Потому что они присутствуют в агроцинозе постоянно. Повреждают пропашные культуры, повреждают овощные культуры, наносят очень серьезный ущерб. В какую фазу? Самая уязвимая фаза – это первые сходы? Ну, самая уязвимая фаза – это, конечно, фаза всходов. Вот. Всходы 2-4 листа. Вот в это время. Вот кукурузу в этом году повреждали вот в эту фазу. Более того, у них необычное повреждение в этом году. Они не только на уровне почвы повреждали, а еще проникали прямо уже в этот стебель. Вот так могут повреждать. Повреждают рапс очень сильно. Поэтому нужно проводить защитные мероприятия. И проводятся. И проводятся защитные мероприятия. Кроме всего прочего, вот прогноз численности. От чего зависит? Зависит от того, насколько хорошо допитались гусеницы второй генерации, которые ушли в диапаузу. Зимуют они в фазе гусеницы в почве. Поэтому тоже делаются почвенные раскопки. И кроме того, что определяется численность, происходит взвешивание гусениц. Только хорошо допитавшиеся гусеницы способны перенести пониженную температуру. И они тогда окуклятся, и весной полетят бабочки. Поэтому тут очень важно. И если в этом году высокая численность и высокая вредоносность, то, как в принципе, на следующий год можно ожидать тоже высокую численность. Единственное, что может случиться, что если очень пониженные температуры, будут очень холодные зимы, возможно, какая-то часть популяции погибнет от пониженных температур. Но нужно делать весенние раскопки и определять, в каком состоянии, как перезимовали они. Если, допустим, у проволочников, у них, как правило, это стабильно, мало что меняется, очень, то здесь может значительно измениться, если это, допустим, недопитавшиеся гусеницы, они при минус 5 градусах погибают. А если, наоборот, допитавшиеся крупные, вот, то они хорошо перенесут, и численность будет высокая. Но, исходя из опыта, который я имею, я считаю, что постоянно нужно следить за этим, потому что ожидать того, что численность озимой восклицательной совки уменьшится и не будет проявляться вредоносности, никакой надежды на это нет. Скажите, как вы оцените 2021 год по условиям, сложившимся для проволочника? Благоприятный, неблагоприятный, что вы видели? Очень благоприятный, влажный год, очень высокая численность проволочника во всех агроцинозах. Вот многие проволочники в агроцинозе пшеницы встречаются ее меньше, как мало повреждают, но после пшеницы идут пропашные культуры, поэтому вредоносность ожидаемая. Но поскольку год этот очень влажный, то все для проволочника сложились очень благоприятные условия. И поэтому на следующий год, конечно, следует учитывать это и обрабатывать семена, кукурузы, свеклы, рапса, для того, чтобы они не нанесли вреда. Подводя итог нашей беседы, что бы вы посоветовали, порекомендовали аграриям всей нашей необъятной страны? Подводя итог нашей беседы, я скажу, прежде всего, в каждом регионе нужно обязательно выявить видовой состав. Для этого необходимо приобрести феромонные ловушки для тех видов челкунов, которые характерны для той или иной зоны. Кроме этого, на тех предшественниках этого года, где была высокая вредоносность, была выявлена высокая вредоносность проволочников, необходимо осенью, хотя бы осенью, в тех местах сосредоточения проволочников, сделать почвенные раскопки и выявить плотность заселения вредителям. Дальше. В случае наличия высокой численности необходимо подготовиться к весеннему севу и произвести обработку или приобрести обработанные семена в борьбе с этими вредителями. Отлично. Все. Я думаю, тему вы раскрыли на все 105%. Спасибо вам. Все, что могу. Спасибо.